привет друзья поздравляю вас каждый раз поздравляю вас с началом весны не при том что никто не знает когда этот ролик выйдет так уж получается друзья кстати говоря сегодня намного менее приятные погодные условия чем вчера тем не менее тем не менее друзья есть чем вас порадовать на обзоре для вас у меня самый большой не не так даже самый популярный потому что насчет размера всегда есть чем поспорить самый популярный кроссовер из южной кореи друзья и так продолжаем разговор сперва наперво давать сразу договоримся не палисад я не буду его сегодня давать палисад потому что для меня как вообще в принципе не особо любителя корейских автомобилей вот палисад прям задушину не может машина называться вот этим палисадом зачитка палисад сейчас вставить картинку с домиком с вот этой фигней деревенской полисейт называется название с машина получила свое знаете из чего дебютировал тачка в лос-анджелесе в 2018 году и названа в честь одного из прибрежных районов лос-анджелеса называющимся pacific полисейт потому что по мнению концерна hyundai она должна была олицетворять мощь прибрежных скал что-то вот такое вот сегодня мы разберемся олицетворяет ли она мощь прибрежных скал что вообще такое по факту фольксваген почему фольксвагеном хочется назвать и что вообще такое хендай полисейт ну и достойна ли она вашего внимания начнем как всегда с внешки друзья до внешки надо же немножко истории ввести что такое полисейт полисейт это продолжение массовая версия одного из концепт-каров от хендай который поддержали участники одного из крупнейших автосалонов 2018 году начал производиться кстати говоря друзья на мое удивление машина выпускается еще и с правым рулем для индонезии и австралии основной рынок на который рассчитана модель полисейт это сша и канада это те ребята которые любят большие кроссоверы вспомните американские здоровые джипы да вот эти выборов ские тачки которых каждый на ребенок мечтал вот в канаде то же самое поэтому поэтому и неудивительно встретить вот в таких размерах переднеприводный внедорожник как модно в корее ну ладно технички дойдем еще давайте разберемся с внешкой так что мы имеем по внешке друзья платформа заимствована у санта фешки кузов нарисован с нуля как заверяют сами корейцы внешне мы видим достаточно симпатичную на самом деле корейцы внешне всегда молодцы как бы мы не докапывались до качества до многих там всяких разных нюансов качество материалов и так далее но по внешке корейцы топ впереди у нас массивная решетка не так сильно блестящая и не режет глаза как старый добрый корейский хром двухэтажные фары достаточно кстати говоря неплохо выглядящие первое время ну вот тоже наличие большого количества диода всяких вот этих светящихся лампочек тоже глаз немножко резала но объективно смотрится очень круто вот конкретно вот в этой версии классно двухэтажные фары сверху у нас просто светодиодная полоска для ходовых огней здесь ниже дальний и ближний свет везде билэдовские линзы светят очень хорошо если ночью моргать на дороге до встречным автомобилем но это реально подобно молнии какой-то вся вот эта история выглядит очень красиво вот эти два бивня тоже видно издалека и как только эта тачка станет популярной хотя повторюсь на сегодняшний день это один из самых популярных внедорожников которые не то что мы возим из южной кореи которые вообще спрашивают стандартные джиповские черты кузова немножко округлые крылья по бокам обрезаны это современная тенденция такая же как у трехсоток как у практически всех европейцев лично мне нравится вот эти вот сдвоенные диодные полоски на ушах да это как это повторить или поворота четко четко с габаритной лампочкой на кончике серые ручки меня даже вообще ни в коем случае не смущает многие пишут что не нравится вот эти серые ручки которые якобы вообще ни при чем да четко смотрится четко смотрится у нас выделяющиеся в нижней части чуть-чуть выдающийся в сторону подножка которая кстати говоря нормальная силовая можно на нее наступать клиренс у тачки 195 миллиметров что для ее размеров 4980 у нее длина и 1 975 если не ошибаюсь ширина короче тачка огромная сама по себе у нее достаточно при этом короткие свесы особенно с передней части и клиренс 195 миллиметров хоть и внешне кажется маловатым да может быть за счет вот этой решетки но уверяю вас для переднеприводного внедорожника это вот так вот я однажды приду к этой мысли зачем вообще нужны переднеприводные внедорожники задняя часть автомобиля да честно особо не докопаться не скажу что супер она красиво если смотреть немножко с угла опять же напоминают кадиллаковские знаменитые вот эти стопори до заходящие на крыло мы первое время говорили что приус 50 кузове у кадиллака слезал до форму стопорей четко четко огромная хромированная надпись на на всю грубо говоря заднюю дверь снизу блестяшка сдвоенный выхлоп на эта насадка если бы эта версия была супер спортивно уверяю вас был бы еще точно такой же симметрично слева расположенный да и в целом в целом неплохо вот такой спойлер обрамляющий у нас крышку пятой двери и акулий плавничок да фиг его знает особо на вот эти нюансы выбирая внедорожник себе я бы сильно не обращал но смотрится смотрится красиво друзья обратите внимание в очередной раз когда мы снимаем автомобиль из южной кореи ввезенный по моему ни одной машине видео вот без таких штучек у кого-то это просто вот эти для транспортировки поролоновые квадратики пенопластовые такие у кого-то смотрите вот такие декоративные накладки да в виде просто черных каких-то полосочек или вот таких лапок означает что означает что не хотят они эту машину травмировать открытием случайных там дверей порывом ветра в узких стоянках и так далее в общем молодцы за тачками сами следят давайте друзья глянем что у нас под капотом о кстати говоря даже сопротивление дают мне эти газоупоры премиальная тачка премиальная тачка никакой никакой кочерги никакой кочерги для тех кто два раза два раза будет слушать этого то что для всех получается выбора нету я же повторил за счет короче у нас дизельная версия мотор называется d4 hb это довольно популярная корейская штуковина имеет тот же самый объем 2 200 200 2 лошадиные силы выдает и 441 по мнитонный метр показывает достаточно распространенная версия и к покупке из кореи с учетом того что мы платим меньшую почту она опять же считается самой выгодной есть еще бензиновая версия на моторе 3 и 8 литров на 295 лошадиных сил но бабок за нее придется отдать нормально поэтому никто особо и не возит по динамике скажу этого мотора будет достаточно и для города и для трассы у него очень большой крутящий момент поэтому для обгонов для каких-то резких стартов рывков проблем испытывать не будете работает паре с автоматом восьмиступенчатая здесь коробка идет что интересно что основная версия у нас идет на переднем приводе есть конечно же есть слава богу что есть полноприводные версии потому что когда мы снимали инновационный кроссовер минивэн кто как он назывался каркер каке карнивал да оказалось что их просто не бывает водовых ну и как вы называете его кроссовер минивэн а эти слава богу есть поэтому можно сказать что это внедорожник какой-никакой кроссовер пожалуйста реально по размерам вопросов нету по клиренсу тоже по трансмиссии можно выбрать полный привод у нас есть система которая позволяет менять режимы езды перенаправлять крутящий момент с одного колеса на другой тоже все это я вам покажу в салоне поэтому друзья на вкус и цвет любой выбор в принципе есть поэтому друзья можно выбрать тачку на полном приводе не спешите бросать трубку как говорится вот но сегодня нам достался переднеприводная почему а потому что просто если вам не нужен полный привод и нет смысла за него переплачивать а друзья там нормально пойдем салон гляне салон очень разные вызывают у меня эмоции во-первых в принципе салон как салон до скажем и учитывая что большого чего-то там суперского мы этого не ждали но вы же его так нахваливайте вот давайте по факту разбираться у нас удобный в принципе достаточно руль ну даже можно сказать что приятный на ощупь обычная приборка у нас аналоговая большой монитор давайте запустим тачку что все засветилось загорелась вот по системам автомобиля мы сейчас не будем заморачиваться мультимедиа может здесь все музыки достаточно есть версии с сабвуфером в багажнике мы кстати говоря посмотрим есть он там или нет ладно по остальным удобством достаточно широкий подлокотник здесь у нас полка как у 30 приуса принято говорить да куда можно складывать но всякую ненужную ерунду чтобы она не болталась под ногами бутылки с водой салфетки например и так далее здесь очень удобно открывающийся достаточно такой стол ларец в нем прикольно раскладывающиеся подстаканнички 2 беспроводная зарядка розетка для usb несколько всяких перчаточных ящиков оказывается бардачок называется перчаточный ящик вот по элементам как бы внешне вопросов нету в меру блестяшек о не сказал про селектор до отсутствующий как на сер седьмом аккорде или сервихи старой доброй только новой прикольная штука надо какое-то время к ней привыкнуть раздельно у нас трех зоны идет климат-контроль вот в целом всего хватает по опциям по системе безопасности тоже не будем сильно рекламировать потому что у всех современных автомобилей она на уровне безопасности слава богу ни к одному концерну проблем вопросов нету вот к чему у меня вопросы к тому что как ни крути ты все равно планируешь садясь в премиальный автомобиль получить какие-то там вот хоть капельку вау-эффекта может быть от материалов до которых здесь абсолютно деревянный пластик что на дверях это даже не пластик он все равно обшит запах вы знаете не знаю как ваших регионах есть китайские рынки или нет но запах от китайских тапочек от вот этой резины от кожи не знаю чего именно здесь салоне такой запах но вот ты сидишь и ощущаешь все равно эту дешевизну ощущается что должно быть вроде как больше потому что тачку расхваливают как премиальную но опять же вспоминаем карнивал до который в принципе неплохой если бы он не был восемнадцатого года у нас то есть вот такие же все штучки ну кроме вот этого конечно мы могли наблюдать в любой тойоте там 2006 года к примеру но опять же не сравнивайте с леворукими камри которые собраны в питере мы говорим про тойоту из японии вот что мне еще не понравилось вот эти вот кнопочки которые управление у нас навигации магнитола и радио переключением треков их не видно то есть кнопочки видно что на них написано не видно если у нас падает вот так вот свет еще эти надписи настолько незаметны ночью все светится четко что ну реально надо прям заморачиваться хотя все делается с руля на самом деле но тем не менее ну что не сделали сразу нормально вот а ко всему остальному вопросов то собственно говоря и нету не знаю насколько это все будет гремучим но думаю что сильно будет вот из своих наблюдений что я могу сказать подогрев всего подогрев сидушек руля обдув посадка достаточно удобная очень много регулировок кстати говоря сидение водительского пассажирского до сидушки даже сами по себе по форме четки по материалу ну ну норм норм ладно не буду докапываться до материалов вот чё я хотел докопаться то посмотрите как отвратительно тонировку содрали скорее все тачки приходят тонированный на глушняк половина слабовухой у половины только вот эти обязательно все кто заказывает имейте ввиду что надо сразу обрабатывать стекло иначе этот клей потом хрен отшкребешь ну а в целом пойдем на заднюю часть друзья прикол в том что тачка у нас 7 местная при том что бывает либо 7 либо 8 как это исполнено всеми местные вот так у нас остается свободный проход между между сидушками до второго ряда на третий ряд при том что даже взрослому человеку насколько мне можно таковым назвать достаточно комфортно здесь тусоваться вот есть версии с сплошным диваном на втором ряду тоже у нас отодвигается одно из кресел и на третий ряд можно пройти что хочу сказать в поддержку кайфово сидеть что на втором что на третьем ряду при том что здесь ты сидишь как будто на втором этаже да то есть на уровень выше вот здесь достаточно полноценная сидеть но не то что прям супер удобно но тем не менее это не какая там wish да или приус альфа с условным третьим рядом хотя он как бы там есть но создан напрямую для детей вот на каждом из рядов есть по несколько розеток для ничего себе как классно для прикуривания для прикуривания ну в общем для зарядки ваших устройств конечно же прикуривать элемента никто я надеюсь не пользуется машинах ладно давайте вернемся на 2 управление третьим 3 3 зоной климат-контроля со второго ряда осуществляется здесь у нас розетка на 180 ватт друзья заметьте это для для чего не знаю для кипятильник можно подключить я думаю что матрасы надувать потому что сидушки идеально складываются у нас в ровный пол надуваешь это матрас и вот тебе дом на колесах конечно вот с этим промежутком что делать но сейчас будем разбираться вот прикольное расположение у нас розеток до для зарядок в спинках передних кресел два кожаных очень кстати говоря качественных сразу видно кармашка которые ну прям с толстой резинкой максимально долго они у вас не будут болтаться не должны во всяком случае вот это о том что я обещал до качества корейских машин не докапываться вот не докапываюсь что-то там есть а нет резиночка всего лишь какая-то у нас кстати говоря прикольно расположены второй раз замечаю первый раз это было океа карнивал а вот такие водочки да как самолетах для пассажиров вот при том что ну потолок то низким ты не кажется все классно вмонтировали в крышу четко четко новшество новшество это нам после японцев крутых между прочим вот эти штуки кажется по-своему крутыми да но тут вот есть и плюсы и минусы конечно я бы сделал черный потолок или хотя бы серый почему вот этот белое все как всегда но этим и японцев особо не сладится план пойдем глянь багажник ловки славный электропривод естественно не хватает немножко по высоте ломать не будем не знаю возможно ли регулировка или нет тоже не вижу смысла в этом разбираться если у нас все три ряда откинуты вот такое пространство вы имеете для перевозки чемоданов этого вполне хватит при том что еще там в половину от этого у вас скрывается под фальш панелью запаска кстати говоря находится под днищем пишут что это очень сильно негативно влияет на его внедорожные свойства но кому он переднеприводный внедорожник даже не будем в эту степь копать если сложить все сидушки при том что это кстати очень классно делается с кнопочек до получается довольно таки просторный багажник 311 у нас вот так вот стоки 2 2 450 короче говоря он получается у нас если разложить все три ряда сидений придумать надо как заткнуть вот эту дырку и спальное место в принципе у вас очень кайфовая надули надувной вот раз по высота подлокотника подлокотник высота потолка позволяет классно про перевозку негабаритов кактусов и всякой ерунды я вообще не без не вижу смысла говорить местом ну просто завались помимо того а классно что ее везде сейчас туле да помимо того у нас есть интегрированные в крышу рейлинги которые позволяют позволяют использовать багажные кресла и если вы действительно едете полностью забиты всем народом у вас 7 или 8 человек машине сидит и некуда класть вещички пожалуйста накидывайте себе пенал вот это огромный как у серёги на и в джухи и очень кайфовая штука очень много туда чего вмещается отправимся друзья до того как мы отправились хочу рассказать свои ощущения о том как эта машина работает когда мы снимали карнивал я прям очень сильно расстроился из-за того что вот вибрации это передается в салоне как вот старом какому-нибудь 4 м40 сидишь под жеррики так и там здесь ощутимо поменьше но блин все равно друзья далеко от идеала сидишь в дизельной мазде японской даже там cx 5 даже мазда демио там не слышно вообще никакой вибрации ты здесь сидишь и ну может если там абстрагируется включить музыку не больше на это внимание обращать но вот если прям заморочиться и задуматься туда у тебя здесь также передается просто нету вот этой на мотыги по которой видно вот это как она дребезит как на прадике 95 на раздатке казайте старым добром не к тому что это плохо но типа 2018 год дизельную хотя говорят корейцы так и устроено в повороте когда подаешь газу ощущается крутящий момент 441 одно из колес может буксануть и ты реально чувствуешь вот эту всю неуправляемость переднеприводной достаточно тяжелой тачки почему вообще почему американцы так любят заднеприводные пикапы переднеприводные джипы ну честно не понимаю тачка то тяжелая но в д в д это же все-таки внедорожник окей все от цели использования хотя бы нам такую возможность дают вот салон ну не скажу что он прям ходуном ходит но достаточно в нем шумно ощущаешь что вот этот пластик не пластик вот эти вот что это ну да пластик обтянутый тряпкой он прям будет у вас гулять в холодное время суток хотя тачка достаточно теплая печка дует очень быстро горячим воздухом до мотор очень теплоемкий поэтому я думаю что здесь все компенсируется все компенсируется компенсируется его стоимостью друзья компенсируется тем что ну ну просто расставляйте приоритеты да что для вас важнее вместимость большой салон достаточно мощный в принципе мотор современный или вот эти вот нюансы по комфорту которые в принципе меня заботит вот по рулежке по контролю на трассе вопросов тоже нету машина стабилизируется по жесткости и дорогу держит достаточно уверенно ну опять же как бы лихачить на ней то я думаю не собирается все-таки это семейный кроссовер тире минивэн вот кто кроссовер минивэн они карнивал никакой разобрались наконец цифры друзья цифры стоимости они же цена вот эта красотка обошлась в 2 миллиона пятьсот семьдесят тысяч рублей феврале купленная это у нас переднеприводная версия с идеальной истории мы проверяем обязательно страховые выплаты если таковые есть здесь он по обзору вообще весь прям конфета 75 тысяч пробега 2 почти 2 600 за передний привод если рассматривать на этом же моторе полноприводные варианты то ну 2750 самый низ мы сегодня статистике посмотрели не статистике а в том что можно купить да на самом популярном сайте корейском если прямо искать конфету но ближе к трем миллионам можно взять на полном приводе дизельный полисейд не полиса друзья в принципе в достойном состоянии и скажу что за эти деньги да неплохой вариант неплохой вариант особенно для тех кто не приемлет правый руль и вот только левый ему подавай у дилеров машина стоит почти пять с половиной миллионов там 5 350 за самое самое дно на авторичке мы нашли самый дешевый передний приводный за 3 250 по моему с пробегом 96000 но кто же его знает действительно ли этот пробег таковым и является вот поэтому варианта четкие для покупки его из кореи и для того чтобы быть первым хозяином дальнейшем ликвидной тачки потому что популярность они набирают очень и очень быстро с кем сравнить с кем сравнить этого красавчика ну нет у меня предлагали корейский аналог прадика сказать но даже близко есть кимахов равный внедорожник тоже набирающий очень сильно большую популярность вот это можно сказать что корейский аналог прадика и о нем мы еще с вами поговорим обязательно а вот эту ласку я бы сравнил но может быть rx 450 еще или toyota highlander действительно достойный вариант есть вещи на которые может быть даже можно закрыть глаза а может и не надо решать вам друзья но помните что в японии в корее в америке и в арабских эмиратах всегда есть вариант для каждого и возможно где-то там уже бегает ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокар ваша эксперт в выборе качественного автомобиля